В последнее время власти Москвы очень много говорят об улучшении инвестиционного климата в градостроительной сфере, в частности о снижении административных барьеров, упрощении процедур разрешительно-строительных. Но речь, как правило, идет о крупных инвестиционно-строительных компаниях. Как-то умалчивается о малом-среднем бизнесе в строительной сфере. А вот как с ними сейчас? Речь как раз не идет о крупных инвестиционных компаниях. У них вообще никогда больших вопросов с барьерами административными нет. У них есть свои способы решения. А то, чем сейчас серьезно и целенаправленно занято правительство Москвы, это как раз небольшими компаниями, в принципе, без подразделения на крупность. Это, в принципе, снижением барьеров. Работа ведется уже несколько лет. Последние годы, на наш взгляд, она имеет конкретные результаты. Безотносительно крупности компании, если ты работаешь в Москве, ты являешься тем застройщиком, у которого может быть личный кабинет застройщика, и ты там все про себя можешь получить. Вне зависимости от крупный, средний, малый ли ты бизнес, ты можешь также пользоваться всеми электронными услугами, на которые большая часть государственных услуг переведена. И это от декларации, что мы хотим снизить барьеры, которые я, например, слышу последние лет 10-15, перешло в сферу реальных дел не только потому, что так захотело московское правительство, а так, наверное, жизнь продиктовала. Все-таки развивается электронный сервис очень серьезно. То, что казалось раньше непреодолимым, сейчас уже стало, имея в виду современной технологии возможных. И вот в сочетании двух вещей желания правительства Москвы продвинутые технологии дали тот результат, что те услуги, которые для нас казалось непреодолимой тяжестью получения, стали достаточно простыми. Ну, например, всегда была такая отдельная работа получения разрешения на строительство. Теперь мы в электронном виде подаем заявку на получение разрешения в электронном же виде и получаем ее через 10 дней. Если, конечно, не имеются определенные сложности и трудности, которые в любом проекте есть или хватает документов. То же самое касается прохождения экспертизы. Если ты появление негосударственной экспертизы в данной области, то есть появление конкуренции государственной экспертизы, заставила государственную экспертизу работать четко в электронном виде, любые замечания ты получаешь, как правило, укладываются, если проект нормальный в два месяца. Речь в последнее время же шла очень много об укрупнении бизнеса и о вытеснении именно малых и средних компаний, как сейчас. Давайте расставим точки на «д». Давайте проговорим, о каком бизнесе мы говорим. Мы о строительном бизнесе, ассоциация инвесторов не говорит. Мы не ассоциация генподрядчиков, мы ассоциация представляющих интересы застройщиков и девелоперов. А приори в них вот совсем уж малого бизнеса, которого там на уровне ИП нет. Потому что, конечно же, развитием проектов в Москве может заниматься компания, у которой хоть что-то за душой есть. Деньги, опыт. Пусть не такие колоссальные, но тем не менее. Об укрупнении бизнеса говорилось в связи с двумя вещами. Первым, то, что все сложнее стало получать строительные подряды. Там были свои сложности, но я сейчас про это не буду говорить, поскольку не являюсь здесь специалистом. В связи с 214 ФЗ, которое предъявило новые требования к застройщикам в части уставного капитала. Наше мнение, что для Москвы те требования, которые предъявляются застройщикам, они являются вполне приемлемыми для среднего бизнеса. Собственно, не имея таких денег, которые диктуются сейчас в обязательном порядке иметь в уставном капитале, да и нет смысла начинать проекты в жилищной сфере. Ты просто ничего не сделаешь, ни проекта, ни землю не купишь. Поэтому стартовать, наверное, сейчас будет сложнее. Начинать с нуля, неизвестной компанией, не имеющей партнерских отношений ни с кем, будет, наверное, тоже сложнее. Наверное, здесь нужно будет искать партнерство. Но, тем не менее, это возможно. Не обязательно сливаться с кем-то в одну компанию, быть ее субподрядчиком, либо быть соинвестором, набираться опыт. Это все равно остается возможным. Ну, то есть, вот в девелоперской сфере, как раньше, если мы говорили о каких-то... Когда девелоперские компании были представлены, может быть, буквально каким-то ядром там несколько человек, которые могли управлять процессом, а остальные вещи отдавать на аутсорсинг. Вот сейчас такого нет, все-таки малых компаний. Нет, есть такое. Есть. В девелоперской компании очень часто это только ядро, которое действительно имеет какие-то накатанные, долгосрочные отношения с другими организациями, которые вместе работают, выступают вместе в каком-то проекте. Потому что девелопер — это не всегда застройщик. Застройщик должен иметь за душой серьезное что-то, чтобы купить земли, чтобы запроектировать, чтобы выглядеть на рынке не галадранцем, а серьезным представителем. Застройщик нанимает девелопера. Не всегда одно и то же лицо. Так вот та структура, которая развивает проект, привлекая при этом проектировщиков, подрядчиков, заказчиков и так далее, она, как правило, имеет ядро специалистов. Это, может быть, и небольшие компании от 30 человек, от 50 человек. Такая возможность в бизнесе сохранилась, конечно. Есть еще пока. Их никогда не было очень много на рынке, потому что это специальность, которую долгое время никого не учили, которая только опытом приобреталась. Но она в достаточном количестве представлена. Конкуренция, наверное, сейчас в связи с сокращением проекта, в связи с экономической ситуацией, конечно, она обострилась. И некоторые компании не за того, что их задушили, а просто заказов не нашли сегодня, но просто, конечно, сворачивают свою деятельность. Да, ну, понятно. Вот на сайте Ассоциации инвесторов представлена ссылка на портал единого банка инвестпроектов Москвы, где предлагаются для людей, для физических лиц, как я понимаю, в том числе. В том числе, да. Некие возможности, вопросы, в частности, там такие. Хотите подобрать для себя объект для инвестиций, хотите вложить в недвижимость определенную сумму средств. Значит, вот на ответ на эти вопросы как можно дать? Ну, понятно, как их и дают, да. Там кто-то пишет, что в активе 100 миллионов рублей, хотели бы приобрести какой-то проект. Кто-то пишет, что 5 миллионов рублей. Нужно понимать, что деньги нужны для того, чтобы войти в проект, и для того, чтобы его закончить, начать развивать. Как бы мы ни хотели, каких бы у нас... У нас много запросов достаточно небольшими инвестициями, но проектов, которые требуют небольшие инвестиции, очень мало. Любой инвестиционный проект на Москве, он требует достаточного количества вложения средств. И для того, чтобы его купить, и для того, чтобы его запроектировать, построить. И прежде чем ты продашь и получишь прибыль, ты все-таки должен вложить. Поэтому это не тот бизнес, где можно 5 миллионов рублей вложить и получить там 50. Нет, здесь надо с несколькими нулями все равно иметь средства. Банковские или партнерские, заемные, свои, какие угодно. Но средства все равно должны быть достаточно серьезными. Ну, на уровне. Как правило, чтобы ты мог войти хоть в какой-то небольшой проект, 150 миллионов рублей для начала средств твоих партнерских, коллектовых, которых ты объединил, но у тебя должны быть, чтобы ты мог войти, даже не обязательно купить, но хотя войти соинвестором в проект. А что нужно для того, чтобы как-то стимулировать людей, имеющих деньги, вкладывать в проекты? А я бы сказала, их не нужно стимулировать, потому что на сегодня даже при снижении уровня доходности в недвижимости, которое перестало быть высокодоходным инструментом, все равно интерес к недвижимости сохранился. Наверное, область сузилась. Интересует жилье маниакальное всех, вне зависимости от того, что в Москве миллионы квадратных метров строятся на сегодня и продается. Все равно всех интересует жилая недвижимость. Небольшая торговля, гостиницы. Инвесторы в меньшей степени интересуют, конечно, офисные площади сегодня. Поэтому интерес к недвижимости сохранился, он достаточно стойкий, он все равно является тем инструментом, который инвесторы для себя позиционируют как надежный. Поэтому такой вот острый вопрос, давайте стимулировать интерес к недвижимости, он не стоит. Ну, а насколько, вот в банке много хороших проектов, интересных, да? То есть мы, раньше часто речь шла, даже во времена строительного бума, так называемого, там, до кризиса 2008 года, речь шла о дефиците именно привлекательных, да, площадок и хороших проектов для инвестиций, в частности, там, иностранных фондов, институциональных, инвестиционных. Сейчас больше стало интересных для инвесторов проектов в Москве? Ну да, конечно, кризис помог этому делу. Если раньше, чтобы представить, что какой-то проект в области жилья предлагался бы на разных стадиях, там, с готовой разрешительной документацией или на уровне площадки, на которую можно реорганизовать потом многофункциональную застройку, было невозможно, то сегодня как раз тут редкий случай, такие предложения в банке есть. Их немного, их, может, 10-15% от всего уровня предложения, но, тем не менее, это есть. Есть в принципе площадки для развития, и есть интерес разнообразный, спрос на эти площадки, в частности, последний всплеск интереса на АЗС. Это как бы всегда был стойкий спрос, но в последнее время у нас почему-то участился спрос на это. Поэтому, если сейчас как раз тут редкий случай, что если у тебя есть стойкое желание войти в Москву, и в московскую недвижимость, это можно сделать. А вот в АЗС, а что еще, какие сегменты спросом пользуются? Уличная торговля, небольшая торговля, не скажу, что небольшие офисы, потому что они как-то вообще умерли, апартаменты, жилье. Есть интерес на ФОКе, и у нас есть интересные предложения, в том числе в Едином банке у нас есть очень интересные, хоть он и называется ФОК, а на самом деле это большой аквапарк с бассейнами, с физкультурно-оздоровительными помещениями, с торговлей на Борисовских прудах. Вот если еще говорить о неком инвестиционном интересе, насколько я знаю, предстоящая выставка недвижимости от лидеров, от СДХ состоится, у вас там будет круглый стол организованной Ассоциацией инвесторов Москвы, которая на тему использования под коммерческие помещения первых этажей жилых домов. А это же для жителей, для собственников жилья, да, это тоже некий способ инвестировать в недвижимость хороший, ну, вложить в ремонт и сдать помещение по хорошей цене. Такой способ вообще, насколько в Москве распространен сейчас, и какие перспективы, может быть. Ну, в Москве-то он всегда был распространен, потому что, в отличие от области, первые этажи в московских домах жилых никогда не делали жилыми, на них был просто очень низкий спрос из-за того, что у нас достаточно активная среда вокруг. Под Москвой первые этажи, как правило, были не жилые. И спрос на такие помещения всегда был, это всегда зависело от того, на улицу ли выходит это помещение, внутри дворовое ли оно. И это, конечно, спрос не ограничивается только самими жителями этого микрорайона. То есть кварталы, это всегда бизнес. Это был всегда бизнесом, потому что покупались первые этажи для того, чтобы их сдавать в аренду или делать на них какой-то бизнес. Ничего с этого времени не изменилось. Если у тебя хорошая проходимость, это магазин. Если у тебя плохая проходимость, это офис. Может быть, в меньшей степени сейчас стал спрос на офис. Может быть, появился такой необычный спрос на работу с населением и с детьми. Если ничего рядом нет, то работа с детьми, дополнительное образование детское, это за то, что платят родители даже и в кризис. Поэтому это пользуется спросом, как неудивительно сейчас. Может, структурировался назначение первых этажей, оно стало менее офисным. Так это всегда было, но это не такая простая история. Нельзя только сделать нежилым дом и активным. Это все-таки часть жилого дома. Он должен подчиняться определенным законам многоквартирного жилого дома. Достаточно много ограничений. Ровно об этих вещах мы и поговорим на круглом столе. Это счастье или несчастье владеть на первом этаже. А так, если в двух словах сказать, если ты стоишь на активной оживленной улице, то все равно первый у тебя этаж жилого дома или отдельно стоишь. А если ты внутри дворовой ситуации, ты должен крепко подумать, как использовать это помещение на первом этаже. Ну вот, если представить, что я собственник квартиры, который в доме, который стоит на хорошей оживленной улице, вот, какими могут мои затраты быть и возвратность от проекта. Если, ну, я как-то вместе с другими собственниками, соответственно, ну, мы сдадим там помещение под магазин. И, да, сколько мы потратим примерно на то, чтобы вложиться в это помещение, сдать его и получить возвратные деньги. Ну, давайте в качестве примера я воспользуюсь такой примером франшиза «Фасолька». Это франшиза метро. Требует 300-400 метров. Как раз ее интересует плотная жилая застройка, чтобы там был достаточно большой поток. Как правило, готовые помещения, чтобы оборудовать под требования этой франшизы, это 3-3,5 миллиона рублей, считая торговое оборудование. Окупаемость, по мнению людей, которые уже работают, первый год ты не получаешь никакой, со второго года, ну, ты вложился, да, на 300 тысяч ты должен покупать товар. У них, как минимум, закупки — это то, что требует эта франшиза. Их логистика, соответственно, их реклама никакой, потому что это в жилой застройке, это не требуется. Но это не маловажно, что их логистика. Соответственно, поскольку эта франшиза работает, мне кажется, около трех лет, я не очень уверена, не твердо это знаю, но тем не менее. По мнению людей, со второго года идет уже окупаемость, и они надеются, что это 10-15% годовых. Что в нынешнее время это сильно неплохо, потому что сдача квартир в аренду, мне кажется, это сейчас 5% годовых, в лучшем случае. — Понятно. То есть, по крайней мере, техническое обслуживание, коммуналку можно за это счет закрывать. — Да, конечно. — Любовь Юрьевна, спасибо большое.